Ливень с ураганным ветром и градом накрыл вчера южные районы Чувашии. Пострадавших нет, но стихия частично разрушила частные дома и школу в Батревском районе. Еще вчера школьники Татарской Сугутской школы Батревского района и подумать не могли, что их новая школа может так пострадать. Ураганные дожди с сильным ветром здесь не редкость, но такого не ожидал никто. За считанные минуты от крыши школы не осталось и половины кровли. Уроки уже завершились, но в школе находилась подготовительная группа детского сада. Сначала был просто сильный ветер, потом пошел градины, даже очень крупные были, диаметром где-то 3-4 сантиметра, а потом они чуть помельче стали, и потом после этого пошел сильный шквалистый ветер. Сегодня пришли к решению, что средние классы и старшие классы будут обучаться в Сугутской школе, два рейса будет делать Сугутский школьный автобус, а начальные классы будут обучаться в Алманчиковской школе. Всего в деревне пострадало 30 хозяйств. 70% из них были застрахованы, а вот дом семьи Валиевых нет. Пострадали практически все постройки. Сам хозяин был на улице. Говорит, к счастью, никто из родственников не пострадал. Сейчас соседи и родственники помогают семье Валиевых восстанавливать все хозяйственные постройки. Ураган вышел, и это град шел, и на улицу вышел, потом крышу от бани поднял, и тут провода обрывал, и сюда бросил под машину. И потом зашли сюда, и это везде крышу, это от сараев, здесь лежит все, и от дома все разбито, гараж, все поменяли вот сейчас. От бани здесь стена упала. Глава поселения Нагим Хосянов рассказывает, что со вчерашнего вечера уже многое удалось восстановить. Некоторые дома серьезно пострадали. Скорее бы восстановить частные дома и восстановить. Главное, у нас сейчас проблема номер один – школа, крыша школы. Аварийно-спасательные работы идут, все решается, подрядчики уже найдены. В Чувашии от штормового ветра с ливневым дождем и градом пострадали дома и хозяйства Батаревского, Яльчикского и Шмушинского районов. Силы МЧС республики оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию и начали устранять последствия урагана. На сегодняшний день по поручению руководства республики выехали соответствующие службы на территорию этих районов, провели ревизию, экспертизу. По состоянию на 8 сентября уже начаты соответствующие аварийно-восстановительные работы. Мало того, во всех частных домах при помощи родственников, односельчан, соседей уже практически завершаются восстановительные работы. А на школе Старосугутской работают две бригады. Кроме того, подключен весь персонал школы. Последний раз такая чрезвычайная ситуация была в 2012 году в Марпасадском районе. Сегодня в Батарево работают страховые компании. Мы сегодня туда выехали прямо с утра в 7 часов, где этот ущерб большой у нас в Татсугутах. Мы уже там акты все написали, фотографировали. Уже завтра у нас уже к выплате страховые возмещения уже хотим выплачивать в течение трех дней. Как говорят специалисты, ливневый дождь с ураганным ветром спровоцировала аномально жаркая погода в сентябре. Анастасия Алангина, Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика.